В минувшие выходные гонки мировых формул снова прошли на Red Bull ринге в Шпильберге. Только если прошлый этап Формулы 1 традиционно назывался Гран-при Австрии, то второй прошел как Гран-при Штирии. Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, и благодаря второму месту Вальтери Боттеса команда Mercedes вырвалась вперед в зачете конструкторов. Гонщики Феррари столкнулись в самом начале и выбыли из борьбы. Зато в группе сильнейших обосновался пилот Макларена Ландо Норрис. В прошлые выходные он поднялся на подиум, теперь приехал к пятым и занимает третью строчку в зачете пилотов. А команда Макларен – вторая в кубке конструкторов. Единственный россиянин Даниил Квят закончил гонку десятом. Это практически лучшее, на что мы могли надеяться. Зато в младшей «Формуле-2» борьба гораздо менее предсказуема. Дебютант чемпионата пилот программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман поднялся на подиум в своей первой же гонке, а в минувшие выходные петербуржец уже одержал победу. Из-за сильного дождя субботний заезд начался за машиной безопасности. В условиях плохой видимости Шварцман обгонял одного соперника за другим. К тому же команда выбрала удачную тактику пидстопов. Еще один россиянин Никита Мазепин финишировал четырнадцатым, а Артем Маркелов вылетел с трассы еще на прогревочном круге. Роберт свою первую победу посвятил отцу – Михаилу Шварцману, который скончался в апреле из-за коронавируса. Вторая воскресная гонка Роберту Шварцману не удалась. В самом начале заезда он развернулся и не смог добраться до финиша. Мазепин приехал восьмым, Маркелов – шестнадцатым. По итогам двух этапов Роберт Шварцман набрал сорок восемь очков и лидирует в чемпионате. В младшей Формуле-3 Александр Смоллер провел две трудные гонки. В субботу в пелене дождя пилот СМП «Рейсинг» поскользнулся на поребрике и столкнулся с ограждением. Передняя подвеска оказалась сломана и гонку пришлось завершить. В воскресенье Смоллер стартовал с тридцатого места и отыграл девять позиций, финишировав двадцать первым. В общем зачете серии после двух этапов Александр занимает двенадцатое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова